Одной из популярнейших реализаций протокола КДЦ, набора идеи КДЦ, является Керберас. Керберас разработан был в МИД, он в рамках проекта Атена, Афины или Афина, даже я не скажу, наверное Афина. В рамках этого проекта делал, поэтому, естественно, все названия у них были по-гречески. Значит, поэтому тут вот буква К, а не Си, как было бы по-латыни. По-древней латыни это был бы тот же звук К, Керберас, а по-средневековой латыни это уже звук Ц был бы Церберас. Ну, Кербер вы знаете, что тут Кербер, знаете, это собачка такая с тремя головами. Ее Геракл позаимствовал у Аида для того, чтобы выполнить один из своих подвигов. Последняя версия протокола пятая, но была очень распространена и четвертая. Ну, сейчас пятая уже использует, четвертая смысла использовать нету. Серверы Керберас. У Кербераса три типа серверов. Это аутентификация, которая, собственно, и хранит информацию о всех пользователях. Сервер билетов, который раздает билеты на сеансы. Ну, и реальный сервер, они, это уже любой произвольный сервер, который просто использует аутентификацию Керберас. То есть, у нас тут взаимодействует не человек-человек, а человек-сервер. Сервис-сервис, вот так вот. Соответственно, мы будем считать, что Боб это сервер, а Алиса, ну, пользователь пусть будет. Вот как это работает. Значит, Алиса запрашивает билет. Ей посылают ключ сеанса для Алисы и билет. Для того, чтобы она билет для сервера выдачи билетов. То есть, она вначале должна получить доступ на сервер выдачи билетов. Тут пароль она не посылает в сети явно. Она вкладывает тут время, чтобы идентифицировать себя. А ей присылают такой ключ, что ключ сеанса получается только после того, как она у себя ввела правильный пароль. И он с помощью вот этого ключа и определенного алгоритма превращается в ключ сеанса. Если пароль неправильный, соответственно, все будет неправильно. После этого мы получаем запрос, делаем на сервер ключей. Ключ выдает ключ сеанса и тикет для Боба. Ну и все это посылается Бобу и получается доступ к сервису, который представляет Боб. Вот тут более подробно это описано. Значит, у нас в чем бонус разделения серверов? Сервер идентификации. Один раз достаточно нам на сервер идентификации подключиться, то есть пароль свой ввести. И мы получаем тикет для работы с сервером тикетов. Он имеет свой срок жизни. Обычно ставится 24 часа. После этого он портится, то есть становится невалидным. И с этим тикетом мы уже больше не нужно нам пароль вводить, идентифицироваться. То есть однократно ввели пароль. Мы обращаемся с этим тикетом на сервер тикетов. Для получения доступа к разным сервисам, к разным серверам. Это достаточно удобно. То есть пароль ввел один раз, и потом работаешь с разными сервисами. Ну вот, что у нас Kerberos использует. Ну, например, это часть Active Directory Windows. У них там для аутентификации и выдачи сеансовых ключей используется Kerberos. Ну, естественно, Microsoft не могла пройти мимо сделанной кем-то технологии. Ну, и еще раз плюс, то что мы можем однократно запросить идентификацию Алисы, получить код доступа к серверу тикетов. И после этого работать только с ним, пароль второй раз не набирать, и получать билеты для работы с другими серверами. Соответственно, вот этот наш тикет для работы с этим сервером, скажем, 24 часа обычно валиден. После этого он остается уже потерявшим силу, просроченным его можно или новый вместо него сделать, или продлить его. Сейчас версия 5 используется. Есть разные усовершенствования технические, но и есть удобные принципиальные усовершенствования. Это возможность возобновлять билеты, то есть не генерить новые, а продлевать старые. И использовать любой алгоритм работы с симметричными ключами. Кроме того, у нас можно разбивать действия Кербераса на несколько областей, и между этими областями задавать связь, доверие, ну, как в Active Directory между лесами. И можно запрашивать КГТ-2. И Алиса может запрашивать билет у своего сервера для того, чтобы сделать, работать с сервером во второй области. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ